Продолжение следует... ...браунной компании, то есть та, у которой вертикальные и горизонтальные категории совпадают. И вот было введено понятие connection-связанности. То есть это пара операторов, гамма плюс-минус, из один стрелок, два стрелки. Пара отображений, одобряющие четырем аксиомы. Две аксиомы описывают то, как ведет себя отображение по отношению к операциям границы и враждения. А две другие аксиомы как по существу, они вычислительные, связанные с умножением. То есть аксиомы, которые зашиты в анатомию, это то, что если я возьму какую-то клетку А, применю к ней гамма плюс, то у меня получится нечто, где будет вот здесь стоять единица, а здесь будет стоять стрелка А. И это нечто я обозначу просто вот так. Аналогично для гамма-минус, когда она применится к единственной стрелке, то получится нечто. Ну, нечто имеющее вид такое. То есть на пустых местах стоят стрелки А. Мы договариваемся, что направление по вертикали это первое направление, при умножении вниз. Направление по вертикали, второе умножение. И второе условие, что если мы применяем это все к точке, условно. А, ну если мы берем ε, применяем к точке, то есть раздуваем, берем просто единичную стрелку какого-то объекта, потом применяем к нему гамма плюс, ли гамма минус, то получаем квадратик соответствующего объекта. Какой квадратик говорят эти аксиомы? То есть это как бы аксиомы 1-1, 1-2. И аксиомы второго ряда это как ведут себя стрелки при компоновке. То есть 2-1 это то, что называется transposition. То, что перекочевало в кубическую теорию типов. Это такое. Симметричная вещь. То есть тут стоят А и Б, а тут на границах стоят и композиции. А, Б. И вот так склеим. мы получим если так склеим все теперь мы хотим построить и как минимум нам хочется клетку имеющую оболочку мы хотим эту клетку как-то заполнить то есть у меня коммутативный квадрат то есть А помножить на Б равняется С помножить на Д то есть есть равенство а Б равняется СД а я хочу превратить его в два клетку используя вот эти вот гуси как гаммой предложение есть вот как можно ну и из квадратиков вырожденных из равенства ну из всяких вырожденных штучек как склеить вот такую штуку как нарисовать квадратик у которого бы на этой стороне стояла А здесь Б здесь С здесь Д какой-нибудь ну я на самом деле в прошлый раз озвучил а здесь наверное га но допустим нет ну кто-нибудь кто-то может взять нарисовать право на иероглифику ну defending не легко ну запунуть в какую-то сторону 1 но грубо говоря если у меня стоит по границе вот такая штука значит вот здесь я могу поставить какую-то букву а если у меня у границы стоит ребро какой-то она говорит что здесь стоит 1 ещё не могу поставить если мне у границы стоит вот такая штука В нижнем углу стоит вот такая штука, то я могу сюда что-то засунуть и его еще и сюда, и сюда могу это засунуть. В общем, есть один ответ. Я могу нарисовать вот такую вещь. Здесь я могу засунуть A, здесь я пишу A, тут мне нужно засунуть B, значит здесь я пишу B, здесь нигде, здесь везде стоят заборы. Здесь я могу засунуть D, здесь я могу засунуть C. Ну и смотрим, согласуется ли все или не согласуется. То есть сюда приходит A, сюда приходит B, сюда приходит C, ну D идет по коридору и заходит сюда. Тут они встречаются. Встречаются, в общем, люди незнакомые, но оказывается, что у нас A, B равен C, D, поэтому здесь я могу поставить равенство. Встречаются. То есть объединившиеся ними. То есть объединившиеся ними. Ну и есть аналогичная картинка. Это похоже на патруль, как трубы разворачиваются. Ну да, ну и вот я предлагаю как раз подвернусь, давайте измениться. Поразу создать сведу, которая будет разворачивать. Трубы. Ну это просто аксиомы, это стёбля. Лоба не устала наказать. Это компактирование. Да. Ну то есть есть вот такая штука. Теперь есть два способа. Мне хочется одного способа. Ну и оказывается, что эти два способа дают один и тот же из лица. Ну, кто-то может пока проверять, что это так. А я пока дорисую последнюю картинку. Так, штука. Нет. Эф Hanaero2 У меня я. У меня. Тернигу. Так. так ну я не знаю нужно что-то комментировать и не уже просто только получаю немножко появительные иероглицы получается что картины это раздувать за счет квадратиков здесь вот старая 3 отличаются тем что вы туда квадратиков не вставляли и равен получает вот один коробка 1 коробка и другая коробка так что нормально нормально а почему нормальная форма должна быть одна вообще говоря ну ситуация может быть что можно пережить случай ну я не знаю как видно отсюда вот это сократить уже никак нельзя это сократить нельзя и они как бы одна не лучше другой то есть на самом деле вы можете пытаться выбрать что-то ну все все поджать к одному ну как вот дерево можно переписать все 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 вершины поджимать к левому краю можно переписать что все вершины поджимать к правому краю и одну из этих форм посчитать нормально хотя они обе как бы так что возможно можно нужно думать но это нормальная форма и фактически это операция это почти что excel в котором есть операция мальч то есть если у вас клетки в этом с операцией мальч ну плюс еще что-то написано так в общем комитет комментарий нужны такие для все внимательно смотреть сколько то время не смотрим к получается что вы расположили а bcd с четырех сторон а потом как бы два из них поверну я чтобы чтобы они были два с одной стороны два с другой стороны можно было написать равенство один раз повернули по вертикали другую погрязну но оказывается что это можно сделать двумя способами и оказывается что там у скромного набора аксиом который был то есть фактически дверь но вычислительных аксиомы двух сортов это конселайшн и транспозиция их хватает для того чтобы свести эти две штуки ну есть какие-то проблемы с тем что кто-то считает ну то есть все вы видели что это равно или кто-то считает что есть проблем давайте вашу проблему обсуждать может и неправильно нарисовал превратим этот семинар анонимных алкоголик 4 и квадрата и 4 квадрата по моему отец древние я вот эти равенство могу поджать потому-то террас могу поджать то есть тут будет стоять просто один квадрат на все вот этой гаммой потом лету гам консулейшн то есть я такой не в один шаг это дело нет в одной точке пока пока у нас ничего минус первого нет пока у нас есть только два сорта как мы заметили ну тут уголок из которого все исходит только уголок который все приходит а комбинированных уголков нельзя иначе тогда нужно было быть действительно а я минус 1 тоже группой а мы покажем просто обычных категориях ну то есть в какой-то момент эти все согласны равно да это значит что справа и слева д на пустых местах на пустых местах стоит какая-то единица единица тут стоит единица на конца стрелки а а тут стоит единица то стоит единица от конца стрелки по этому тут стоит единица начала стрелки ты вы снятых забор стоит еписала на чего нужны по границам кубиков буковки расставить. А все буковки, которые нетривиально расставлены? Нет, ну просто там вы некоторые опустили. Если их поставить, то это в точности получится выражение равенства. B равно C, D. Ну по границе, да. То есть, задача заполнить, заполнить, превратить коммунитативный квадратик, то есть объект категории, это принадлежит категории коммунитативных квадратиков от категории D1. А его нужно превратить куда-то, отправить то, что там лежит D2. Ну, D. Ну, или D2. А можно сказать, что это внутренний язык, категория коммунитативных диабрамм вообще? Ну, где-то ощущение такое. Нет, но мне все-таки формализм не очень понятен, когда вы пишете гаммы. Нет, до этого коммунитетические типы считались внутренним языком в теории бесконечности один топосов. Да. Сейчас, когда они стали квадратными, то, в общем, ну, топосы тоже надо квадратные. Ну, наверное, оно сохранилось, но нужно делать какие-то такие кубикалы, омега топосы. Так, ну, в какой-то момент медитации заканчиваем, переходим к следующей теме, да? То есть, просто я не знаю, ты как в каждой квадратике говоришь, почему тут так, ну, кто не согласен? Возражения есть? Там могут быть какие-то орфографические ошибки? Нет, так найдите, могут быть, тогда найдите ошибки. Надо было вообще написать с ошибкой и составить на этих ошибках. Тяжело собраться, если дополвина аксиом, все равно. Нет, так аксиом и чуть-чуть. Вот я их просто восстановлю. Огнулиц вставил. Воду вставил. Огнулиц вставил. Они просто в томали были. Другие так все увидят. Это компьютер, транспозиция и консилерация. Ну, консилейшн, транспозиция, ну, общий, употребительный стол, консилейшн, ну, наверное, тоже. Более-менее. Показуемся. Так, ну, пока это остается, в общем, на доске я перехожу к теме. А транспозиция почему называется? Потому что вертикальная вещь переводится в горизонтальную. Ну, да, где-то все. То есть там порядок никак не меняется. Да. Ну, то есть, кубики хороши, но мы привыкли к тому, что у нас в каждом, в каждой размерности есть одно умножение, и мы с ним прекрасно жили. Долго и счастливо. И теперь мы хотим, а с кубиками хорошо считать что-то. Теперь мы хотим, как бы, эти два умножения свести, два хороших умножения свести в одну плохую. так, ну, теперь как бы о высших категориях, то есть, такой общий обзор для начала. То есть, мы хотим определить высшие категории, какого-то, даже не только высшие категории, наверное, мы стартуем с некой малой категории, которую рассматриваем как категорию форм. Ну, давайте ее там обозначим. S в честь буквы, и S в честь того, так, это small category, и S в честь того, что либо она shape категории, либо она side категории. Side для чего-то. Следующее, что мы делаем, рассматриваем категорию пучков на ней. Категория пучков по определению, вот так. Функтор из opposite категории, категория, Ну, это предпучки и чего это? Ну, предпучки, да. А, я сказал, предпучки, ну, предпучки. Ну, предпучки в честь того, что если мы возьмем топологию, ну, топологическое пространство, то предпучки на топологическом пространстве это ровно функторы из открытых множеств упорядочить обратно включению куда-то. Оберите пучок. Что? Файбербандл. Банг. Хорошо, файбербандл это обратим укипнот, то есть локальный свободный пучок. Ну, то есть категория подпучков. Дальше есть лима инэда, которая говорит, что это все сюда вкладывается. То есть это как бы реализуется, это малая подкатегория реализуется очень большой категория. А эта категория еще отличается тем, что любой объект здесь является копределом объектов здесь. Поэтому эта штука еще называется ко свободным пополнением. То есть все копределы. То есть мы добавляем, просто берем призвольную маленькую категорию и добавляем все копределы. Естественно, при этом она раздувается. То есть, грубо говоря, все объединения, все уравнители. этого достаточно все антидивидуальные объединения и потом уравнители. Ковровники. Так. Теперь можно двигаться в двух направлениях. Можно двигаться в двух направлениях. Одно направление алгебраической топологии. Что берется в качестве S? Обычно S равняется, ну, наиболее частый пример это категория дельта, конечных ненулевых ардиналов ими упорядочных отображений. Или вот этот вот некий вариант категории кубиков. Какой вариант будем уточнять. И вообще должно браться что-то, что Гротендик назвал тест-категории. То есть, оно удовлетворяет неким условием, после которого категория предпучков на нем становится модельной категории эквивалентной категории, ну, хорошей категории топологических пространств. А теперь тут можно искать на самом деле те предпучки, которые похожи на нервы категорий обычных или многомерных. Это топологический подход такой к теории категорий в духе Лурье, который нам всем нужно подучить. то здесь путь другой по Котлеровскому ищем тут какие-нибудь монады. То есть, мы ищем монады свободной категории. доалгебрины этой монады это высшие категории, как правило, в строгом смысле. А дальше это дело надо ослаблять, то есть, еще в направлении слабых категорий это путь Ботанин, Ленстерта, ну и дальше много разных вариантов. Ну, это как бы сложный кусок. Тут опять могут иногда работать каталогические идеи, то есть, замена кофепрантной замены. То есть, это общая схема. Теперь давайте немножко детализировать. что можно брать вот в качестве этой категории S. Ну, давайте поменяем теперь на R в честь того, что чаще всего это похоже на так называемые риди категории. R. это категории, которая как бы изначально имеет отношение не к теории категории, а к алгебрической топологии при построении новых модельных категорий старых, то есть, при перенесении модельных структуры на предпучки как раз. То есть, категория риди это та категория, которая раскладывается в произведении R минус, R плюс. Фактически, R минус это эпиморфизмы, настоящие эпиморфизмы в категории R, а R плюс настоящие мономорфизмы, поэтому будет это эпимоноразложение, к которому привыкли, ну, множество в любое. Как из известной песенки про фактор по ядру. Ну, то есть, это вот композиция. Не, наспиваю. Там, по-моему, страничка какую-то фольклор выложила. Ага, так. Сами эти категории, ну, в случае топологически, эти категории должны быть направлены. То есть, есть какой-то ординал. и существуют фундеры отсюда и отсюда. То есть, каждая стрелка в, ординал, в нашем случае этот ординал, ну, меньше или равен, обычно равен, омега. То есть, это просто натуральные числа при этом, чем по включению. То есть, объекты категории, как правило, натуральные числа или отрезы, ну, очень часто. Либо они, ну, нумеруются натуральными числами. И каждая стрелка из R действует в объекте, который нумеру наименьше, ну, не нумеруется, а каждый имеет градуировку. И R стрелка действует из градуировки какой-то имеющей N, градуировку имеющей больше N. А отсюда эти стрелки, соответственно, понижающие. То есть, эти операторы, ну, в случае категорного контекста эти операторы называются FACE операторами. Эти Degenerations и часто там среди них есть под множествами. IDENT это еще один из вариантов, но он не всегда точен. Так, что про них можно еще сказать? Ну, давайте примеры рассмотрим. То есть, категория DELTA распадается вот в эти самые DELTA. Ну, все знают, что такое категория DELTA. То есть, тут стоит какой-то оператор. Оператор Degenerations, который обозначается Sigma. Тут стоит оператор какой-то какой-то любой оператор представляется в таком виде. Причем генераторы могут убраться, которые действуют между. Да, объекты здесь натуральные числа. Натуральные числа. это ноль, единица, ну, в каком-то смысле ноль, это ноль в квадратных скобках, это единица. И так далее. Да, теперь, что значит произведение двух категорий? Это означает, что если у нас встретится наоборот объекты, встретится какой-то объект из R- из R+, в виде Sigma, и из в виде Delta, из объекта из R+, в виде Sigma, то у нас должно быть правило как их переставить. Но эти правила есть в соотношении известном им. И эти правила еще должны уважать, что если я вот здесь объекты, вот здесь еще одну Delta нарисую, если я переставлю, чтобы мне переставить произведение, это то же самое, что переставить сначала первый, потом второй. То же самое. То есть, должно быть, фактически я должен задать две категории, R+, R-, и соотношение перестановки у них. Что делается, например, при задании категории Delta образующими соотношениями. Наверное, я их не буду сейчас выписывать. Тем более, нам это не нужно. То есть, геометрически это... А, геометрически это симплексы. Другая категория устроена более просто. Это категория Global. Объекты опять натуральные числа. Объекты натуральные числа. 2, 1 и так далее. G- минус выглядит максимально просто. Это просто объект натуральных чисел, как у порядочного множества, ну и с перевернутыми стрелками. то есть у меня просто из каждой большей стрелки торчит из каждого большего числа меньшее число торчит по одной стрелке. То есть, если у меня из 2 в 0 что-то торчит, из пятерки в двойку таком позиции этих торчащих стрелок будет единственная стрелка, которая торчит из пятерки. ну то есть это частично порядочное множество. Только с обратным порядком. А G+, устроено так что, ну на самом деле, ну на самом деле, между любыми двумя объектами есть только две стрелки, не только здесь, не только между соседними. И эти две стрелки перемножаются по правилам. Да, стрелки эти D, ну допустим, из N. А, ну тут торчит стрелка из N. N-1 обозначаемая. Ну пусть пусть Сигма. А тут торчит из N в N-1 две стрелки обозначаемые ну и если надо Сигма N. А тут торчит две стрелки обозначаемые Дельта N минус D N+. Ну и между ними должны быть какие-то соотношения соотношения такого сорта. Пишем в стрелочном порядке композицию. D N плюс N умножить на D плюс N плюс 1 равняется D альфа на N D минус на N плюс 1 это порождающие стрелки между соседним объектом это соотношение между ними. То есть категория задается порождающими соотношениями. А теперь можно задать как бы с правила перестановки вот этих Дельт и Сигма. Теперь если у меня встречается Дельта N минус а за ней идет какая-то Сигма Сигма N то это будет равняться D плюс N в той же Сигма N и это будет равняться 1. как геометричный измейст вот так теперь переходим к геометричному измейсту эту категорию G можно вложить в категорию топологических пространств как их план Сигма N сильно эти отношения сильно эти отношения напоминают то что происходит на цепных комплексах Все отношения, которые тут будут встречаться, они чем-то напоминают то, что происходит на цепных комплексах. Вот ровно те соотношения были из степных комплексов. А остальные на них похожи, потому что они все по природе, как и буря-кипариди. Да, то есть не сфера, а N переходит, ну, не как топологий диск. Так, для геометра, говорят, диск топологи, как-то не решают. Ни же опадет, нет, то я каждый день. Да, теперь, что такое сигма? Это мы берем шар просто скручиваемый. Ну, то есть, если у нас такой шар трехмерный, мы сверху молотком постучали, у нас вышло такой диск. Ну, то есть, кто-то шары не тает. Вот. А что получается в качестве вот этих, то есть, этого рождения, то есть, мы просто склепали шар. А фейсы, это мы на шаре, на самом деле, выделено, не просто шар, а на шаре выделена какая-то верхняя и нижняя полусфера. И мы D плюсом или D минусом верхний, ну, N-мерный диск приклеиваем в качестве верхней и нижней полусферы к N-мерному шару. Ну, и будут ровно те соотношения. Не я. Ну, почему не ясно? Ну, потому что, если ты хочешь, важно, что как-то приклеить сначала, а дальше уже как и не приклеивать, уже эффект не будет зависеть от последующей приклеивания. Ну, грубо говоря, на трехмерном шаре оказывается выделен экватор, который разбивает диск на две части и один из них верхней домой. Дальше экватор будет разбит уже на две части, которые мы вклеиваем один-второй шар, а дальше каждая половинка экватора тоже разбита на две части, и, значит, есть начало-конец, куда мы вклеим одномерный шар. Поэтому вот шар имеет четко такую структуру, и если мы что-то меньшей разминности вклеили, а потом этот шар вклеили в шар большей разминности, то результат зависит только от того, что мы сделали на первом шаре. И это вот ровно здесь написано. Двовымерный диск клей, как верхняя або нижняя, по пивку и данной шаре, пив сферы. Да. Так что... Как выглядеть монады свободной категории на ней? Я не знаю, насколько подробно нужно рассказывать, как бы... Я хотел очень быстро поговорить слова, но, наверное, нужно задерживаться. Ну, это то, что мы на нашем семинаре когда-то какие-то фрагменты разбирали подробно, какие-то вещи. Ну, то есть мы вот взяли... Это основа для топологии, это мы не обсуждаем сегодня. Это основа для... То есть, если мы стартуем отсюда, то мы получаем то, что называется омега категория. То есть, как бы нужно взять вот это и пройти эти шаги хотя бы бегом, да? То есть, что тут получается? Это означает... Ну, то есть, вместо симплециальных множеств получается глобулярное множество. То есть, это означает, что над каждым объектом... Ну, то есть, у нас над каждым... Над каждой буковкой висит какое-то количество объектов, которые мы можем представить как шарики. Ну, вот с таким разбиением на экватор. Ну, наполовинки. Половинка разбит еще наполовинки. То есть, такой вот... С выбором ариентации. И они разминастили. И дальше... Все шары каким-то... Нижней разминасти каким-то образом приклеиваются. Все шары куда-то... А, вернее, это функтор opposite. Поэтому, те стрелки, которые были направлены сюда, они действуют в обратную сторону. То есть, у n-мерного шара есть две границы. Вот это верхняя часть и нижняя часть. А наоборот, у n-мерного шара есть его вырождение в m-1 верный шар. То есть, мы его надуваем в общем воздухом. То есть, делаем, ну, так шары... Какие-то шары цельные. Этот шар будет надут в вакуум. И обе границы у него будут, и верхняя, и нижняя, совпадать. Ну, и будут исходным шаром. Поэтому, когда мы вернемся обратно, возьмем от него верхнюю или нижнюю полосферу, попадем в тот же самый шар. То есть, удовлетворим вот это соотношение. И дальше эти шары нужно... Что такое свободная категория? Мы всеми возможными способами... У нас есть, ну, в случае, допустим, в одномерном, у нас есть одна операция. Если у нас... Если у нас нульмерной шаримости, ничего не можем делать. Они как бы... Это нечто дискретное, но это множество. Когда у нас появляются одномерные такие шары, это отрезки. И мы можем отрезки дописывать друг к другу с условием, что у них начало и конец совпадают. Соотношений нет. Поэтому, если у нас будет нечто живущее только здесь, а здесь ничего нет... Ну, вернее, здесь обязательно что-то появится, но появится все вырождено. Поэтому, как бы, мы любую категорию можем считать омега категорией. Один категория, два категория. Но с какого-то места начинается вырождение. То есть, все объекты, они на самом деле дуты. То есть, они приходят из какого-то настоящего шара, живущего в каком-то размерности ниже. Поэтому, предположим, что невырожденные объекты живут только тут и тут. То есть, фактически, у нас есть концы стрелки. Мы хотим получить из нее какую-то категорию. Ну, какой самый простой... Если в ней сориентированный граф, колчан. А вообще, если вам говорит слово «граф», что вы под этим разбираете? Ну, по всей видимости, простой граф. Ну, скорее всего, вы понимаете, простой, наверное, граф. То есть, из одной точки идет одна стрелка, из одной точки в другую идет не более одной стрелки. Нельзя такое говорить, скажи программисту «граф», и слово не представляет та же. Не, ну, скажи математику, холистичному графу, и математик тоже самое представляет. То есть, большинство людей, которые заняты какими-то вещами, ну, чуть-чуть более прикладными, представляют граф как простой граф. Поэтому, начинают люди, стараются люди употреблять там слово «колчан», чтобы не вносить путаницу. Хотя, правильно, наверное, говорить слово «граф», когда стрелки допускаются во множественном числе, допускаются петли. А когда это не допускается, то говорим простой граф. Ну, тогда это просто отношение. Просто не нужно… Слово «граф» тогда будет излишним, как бы. Простой граф просто формулирует, ну, визуализация понятия отношений. Так, то есть, математ свободной категории в случае двумерном, это, получается, категория путей в графе. То есть, мы дописим стрелки друг за другом, единичная стрелка – это просто ничего не дает, ну, остаться в точке. А дальше, как пройти какой-то путь, операция с слиянием – это компетенация. Ну, в случае, допустим, уже двумерных стрелок, что получается? Вот у нас есть какие-то шары, я их буду просто рисовать более плоско, чтобы больше поместилось. Вот второй шар я могу их склеить. Ну, то есть, они вот так, направленные стрелки как-то. Я их могу сколько-то склеить. Дальше я могу склеить горизонтально с каким-то шаром. Дальше я могу склеить здесь два каких-то шара. А теперь, вот, ну, и границы тоже должны совпадать. А теперь я хочу это закодировать в каком-то мятном виде. Это, наверное, колчаном. Нет, колчаном я называю, просто отказаясь точностью. Если бы это я называл, то я бы назвал это многомерным, омега колчаном. Омега. Два колчана. Ну, два графа с понятия ростовщики, потому что слишком много. То есть, как это можно закодировать? У нас есть... А, что на самом деле предлагается делать? Есть общая идеология, когда мы хотим рассмотреть какой-то объект, построить какой-то свободный объект в некой категории. Мы смотрим, как устроен свободный объект от терминального объекта. Ну, например, какой самый важный маноид? Терминальный объект... в категории множество какой терминальный объект? Ну, допустим, представитель его палочек. Что такое маноид? Маноид на каком-то множестве, это символ из этого алфавита друг за другом рисуется. Включая пустое слово. То есть, мы рисуем сколько-то палочек. Ну, то есть, натуральное число пишем. Самый естественный образ. То есть, самый главный, как бы, маноид, это маноид натуральный чисел. То есть, когда нужно построить группу, то самая естественная группа оказывается группа целых чисел по сложению. Хотя, вот, даже в каком-то... В каком случае, самый главный? А самый главный, вот, в каком-то смысле, вот, сейчас будем на примере объяснять, наверное, в самом общем случае, я не знаю как, а в каком-то более специализированном случае, долго. То есть, в общем случае, это не утверждение, это идеология. А если что-то специализироваться, то нужно очень четко обрисовывать контексты, да? Самое главное, наверное, самое примитивное, которого... Поэтому мы как бы имя... У которого... Да, давайте, давайте теперь смотреть категорию вот такую. Ну, то есть, давайте категорию, которая обрезана, которая продолжается до натуральных чисел, там, только n, обозначать там gm. То есть, если мы рассматриваем g0, то это просто 0, ну, то есть, это точка, и ничего нет, в ней живут только 0. Если мы рассматриваем g1, то это категория, на которой живут обычные категории, графы. Ну, а граф со структурой — это обычные категории. Вот давайте в графах смотреть, что такое терминальный объект, ориентированный граф. Решите, эффективно ориентированный граф. Терминальный, это значит, из любого... То есть, я должен отобразить... Что такое отображение графов? Есть два графа, я должен точки в точке отобразить, стрелки в стрелке так, чтобы при этом согласились сначала и конце концов. У меня есть какой-то граф, я хочу придумать какое-то отображение. Ну, если множество, тем надо множество одно. То есть, я должен... Одно элементное. Я должен иметь какой-то элемент, куда все элементы послать. Ну, то есть, уметь точку, куда... Тут нужно иметь объекты двух сортов, куда послать. То есть, нужно иметь объект, куда послать точку и куда послать стрелку. То есть, это некая стрелка, причем эта стрелка не равна единичной. Дополнительная. А, вернее, нет, да, это единичная. Да, это единичная стрелка, все можно послать. Равна единице. А, вернее, это просто стрелка, да, равна единице, поскольку мы рассматриваем на конец. Извиняемся. А, что такое единица в графе? Это то, что приходит из меньшей размерности с помощью оператора Сигма. Вырожденное. Надутый шарик. То есть, имеем такой граф. Теперь, что такое свободная категория, порожденная этим графом? То есть, мы просто гуляем... Подожди, я могу сказать, что надутый шарик, это не вырожденное шарик. Не, надутый, я имею ввиду надутый воздух. Ну, то есть, сфера, она монолитная такая, цельная. Чувствовалось. А... Говорят, что это еще туда, да, думаю. И сейчас мы просто рассматриваем случай, где не вырожденные, то это два нижних, то точка и стрелка. Да, что такое... Верхняя вырожденная. Можем рассматривать другой набор нижних, не вырожденных, типа, там, точка-стрелка и два стрелка, правильно? Что такое свободная... Я, на самом деле, сейчас рассказываю про фрагмент Ботанина, то есть, хотя, на самом деле, интуитивно это было понятно лучше. Давно, но Ботанина это пришлось записать. Нятно, чтобы построить свою теорию, потому что, когда нужно строить что-то серьезное, нужно предыдущие вещи очень нятно изложить. То есть, объекты как мы можем рисовать? Объекты мы можем рисовать как пути каких-то графиков. Пути 1, пути 2, пути 3. Теперь пусть у нас есть какой-то произвольный граф уже. И я хочу описать свободные объекты в этой графе. Логика такая. Я уже знаю, как у меня устроены свободные объекты в случае терминального графа. А теперь я беру эти свободные объекты и их раскрашиваю. То есть, на каждый граф, на каждую точку ставлю метку, которая у меня была, ну, имя стрелки или имя точки, которые были в начальном графе. То есть, у вас получается что-то вроде накрытия? То есть, чтобы мне построить свободную категорию, порожденную любым, сколько угодно сложным графом, я делаю это в 2 этапа. Я беру самый простой граф, терминальный, описываю, как устроена свободная категория. А теперь говорю, что объекты свободной категории порождены любым графом. Это то же самое, что объекты, порожденные терминальным графом, но их нужно раскрасить просто в те цвета, которые были раскрашены. Ну, так именами точек и стрелок исходного графа. Может, терминальный объект один? Может, покрасили и у нас много? Ну, терминальный объект один. Значит, я пока все не покрашу. Терминальный объект и одна точка, и одна стрелка. Вот она. Одна точка, и одна стрелка, и везде одна. Только стрелки вам тоже красить придется? Да, все краше. Теперь распространяем эту логику дальше. А вы берете имена? Ну, в графе у меня имя, это, собственно, сама стрелка. В качестве имени я использую эту самую стрелку. Ну, то есть, присвоить имена, это строить отображение. Каждую стрелку отобразить множество стрелок исходного графа. Каждую точку отобразить множество точек исходного графа. Ну, здесь покрасить какой-то вот такой путь. И чтобы это было согласовано с началами конца исходного графа. Пока раскраска. Рассмотрим шаг на шаг больше. То есть, что такое терминальный граф? То есть, терминальный и граф видображает. Что такое терминальный два колчан? Нет. А, певно, нет. Что, нет? Это ответ на какой вопрос? На всех протестах потеста. Ну, что это граф терминальный, ну и что? Ну, е, ну е. Ну, можно породить терминальным графом свободную категорию. Я просто описываю правила, как ее построить. Я просто беру все пути. Ну, то есть, это вот стрелка, точка, стрелка. Два раза выписаны и так далее. А теперь, как я конструкцию свободной категории разбиваю на два этапа. Как устроена свободная категория терминального объекта? От чего? Значит, она F от чего? Ну, F от какого-то графа. Уже не от терминального, а от доверенного. Первый этап. Я строю свободную категорию F, допустим. Я беру сначала F от единицы. Единицы терминальный граф. Какая-нибудь единица там, жирная что-то. Это первый этап. А дальше я строю F от какого-то произвольного графа. Грамм, connection, G, G, G. Ну, в общем, все буквы заняты. Так это я строю в два этапа. Я помню, какой у меня объект здесь, вот он нарисован. И крашу его стрелки и точки объектами этого графа. Ну, соответственно, точками и стрелками из этого графа. Ставлю каждые точки стрелки отсюда, выбираю какой-то объект здесь, и начинаю его раскрашивать. И все такие раскрашенные объекты у меня будут точками или стрелками в нового графа. Ну, как бы вещь, в общем, известная даже. Я думаю, что все. Так, ну, ясно до того, как ты начинаешь пояснить. Это, по-моему, эффект простых вещей. То есть их нужно просто самому где-то у себя в голове составить картинку. То есть это тот случай, когда некоторые определения, теоремы и так далее читать и надо. Вернее, нужно прочитать только определения, а дальше самому этот текст написать и сверить с тем, что написано в авторах. То есть некоторые учебники, наверное, нужно писать как прописи. То есть вот тут пропущено, а следующее страницу открываем, вариант заполнения. Теперь в случае поднимаемся на одну размерность, просто что происходит. Что у нас такое терминальный 2-грамм? То есть, ну, грубо говоря, точка, стрелка между ней и два стрелка между ней. Но эта точка и эта равны, и стрелка, и один стрелка этой, и эта равна. А теперь я из этого терминального графа устраиваю все возможные композиции, которые я могу написать. И эти композиции выглядят вот таким образом. То есть здесь висит такая, ну, какая-то вот связка сосисок, потом мы, на полночной вертикальной композиции, потом следующая связка сосисок, возможно, пустая, где-то ничего не досталось. Тоже мы ее приступим к горизонтальной композиции, следующая связка и так далее. Теперь как мы можем это кодировать? Вот эти штуки мы могли кодировать натуральным числом, да? Ну, то есть, сколько точек за такое натуральное число. Как кодировать вот такие штуки? Натуральные числа. Натуральные числа это индуктивный тип с двумя конструкторами, а тут просто три конструктора. Ну, если вот используя конструкторы, вы можете записать это как индуктивный тип, пожалуйста. Ну, хотя... Нет, там была точка стрелки, да? Нет, хорошо. Но такой вот случай индуктивного типа не унизительно ли будет для тех, кто работает с индуктивным типом? Все-таки как-то так, теоретика множественно, перечислить элементы индуктивного типа. То есть, вы говорите натуральные числа индуктивный тип, а на теоретике до множества опускаться уже не хочется. И сказать, что натуральные числа это 0, 1, 2 и так далее. Но мы уже не делаем рекорд форумов. Ну, так же... Да, это индуктивный тип. Мы же обучаем, да. Это индуктивный тип. Ну, то есть, в случае одного... Если как закодировать, мы вам ответили, как закодировать. А теперь перечислите все термы. Я не понял. Не в кодировке, а так вот, по-рабочий-крестьянски. Ну, вернее, перечислите все термы, как это делают математики. Обычно. Перединить термы тоже не проблема. Возможно, свободная группа и двух пораждающих. Нет. Ну, что я должен сделать? Я должен посчитать, сколько тут отрезков? Тут отрезков... Ну, вернее, посчитать, сколько объектов как бы... Хорошо. Я должен посчитать, сколько оно в ширину и сколько оно в высоту. В ширину это 3. То есть, это 3... Это я помню, что тройка. Это же самое, что 0,1, 2. А теперь в высоту я должен перечислить, сколько тут в высоту над ноликом. Тут раз, два, три, да? А, надо было просто ближе посчитать максимальную широту и максимальную глубину дерева. Не максимальную, я все хочу посчитать. Я хочу это дерево описать, но по-другому. Это функция, которая считает на деревья эти числа. Ну, хорошо. Я буду... На двойка два объекта. Всего вот этих двумерных скелелок у меня 5. То есть, на самом деле, я здесь построил отображение из 5 двуменных клеток и 3, как бы, в длину этой композиции. Я построил отображение из 5 в 3, которые, ну, графически можно было нарисовать так. Вот 3 объекта я перевел в одну точку. В этом ничего не дали этой точке. А этой точке дали 2 объекта. И теперь давайте я дорисую еще для полноты картинки. Все вот эти точки отправлю. То есть, вот такие вот штуки я могу перерисовать по-другому. Как дерево просто с корнем. Дерево с корнем, где от него отмеление не сторчит. Дерево с корнем, где от него торчит. Два листа и так далее. А вот такие штуки я могу перерисовать на деревья с двумя уровнями. Ну, и, как бы, несложно сообразить, что если мы на следующий размер раз поднимемся, то у меня получится деревья с тремя уровнями и так далее. То есть, я уже знаю, как у меня устроена свободная категория, терминальная. Ну, и можно, чему, что соответствует сосиске, сосиска и соответствует промежуток между соседними листьями и деревьями. А теперь, как я должен получить свободную омега-категорию, я должен построить деревья, ну, омега-деревья, то есть, в высоте они неограничен, растут. И каждый промежуток закрасить соответствующим образом. Ну, еще переписать, как композиции эти работают на деревьях и так далее. Ну, это все, как бы, вот... Это тот случай, когда лучше не рассказывать, а когда каждый сам себе в голове это проделывает. Если ему интересно, то каждый способ это проделать. А я вот так, ну, два и один, скажем. А мы этого сделать не сможем. Мы работаем графом, у которого нет соотношений. Я не могу... Вот такую композицию я пока не могу написать. То есть, ты сказал, что вот такое, да? Да, да, я... А я такую композицию не могу написать. У меня нет никаких... Для этого мне было бы нужно соотношение, что вот это умножить на это равно это. А я работаю с графом, у меня просто... Граф, нет соотношений, чтобы были соотношения, это... Нужно сначала породить категорию, а потом мне добавить соотношения. Речь идет о свободном объекте все-таки. Это в этом и фокус. То есть, если бы начать допускать вот это, то получается полное безобразие. Такие диаграммы с ростом разменности описываются сложнее, но... И кубик в этом смысле как-то красиво. Но просто речь, когда идет о моментных игорьях, то они связаны как раз вот с деревьям с уровнем. То, что мы называли стейджи тресок, а что сейчас вообще... Как их правильно называть? Деревья с уровнем, но иногда это уровень немножко... Немножко другой. Так, то есть это мы как бы описали вот этот этап. А вот этот этап я описывать не буду, потому что достаточно сложно. Наденем. То есть пока мы останавливаемся на стольких категориях. Это кубики. И вот с кубиками начинается некая катавася. Так, вот это кубик. А с кубиками начинается некоторая катавася. Будем говорить сначала о том, что называется end-fold категория. И давайте я буду говорить не про... Ну, я не знаю, какое. Давайте вот букву N сотрем. Будем говорить I в честь того, что I это какое-то множество. Когда мы говорим про числа N, про натуральный числон N, если мы начинаем говорить про объекты, то это будут натуральные числа, наверное. И они естественным образом упорядочены. А мне не хочется говорить, что они упорядочены. Я просто говорю, что у меня есть какое-то множество. И по отношению к двуму его элементам I и J я ничего не могу сказать, чем один элемент лучше другого. И теперь я хочу породить категорию вот типа RIDI. Что я делаю? В случае end-fold категории. Ну, классическая конструкция, которая там известна, ну, со времен Ресмана. Я беру все подмножества. Вот как обозначить. То есть объекты той новой категории, это будут все подмножества здесь. То есть будет, грубо говоря, один нульмерный объект, если мощность множества не равняется N. А вообще говоря, это может быть счетное множество. то будет N одномерных объектов, N из N по 2 двумерных объектов, из N по K комерных объектов. Геометрически мы представляем ее как кубики. То есть я просто представляю себе, у меня есть пространство R в степени I. И когда я выбрал здесь какой-то элемент, какое-то подмножество, Y, допустим, идет подмножество из B из I, то что я делаю? Я рисую кубик, ну, допустим, заданного размера, где-то там, в Y измерениях. То есть элементы множества соответствуют как бы координатам? Ну, в каких-то... И в этом смысле вы говорите одномерные объекты, двумерные объекты и так далее? Ну, да, я как бы вот пытаюсь это по логичному. То есть мы вот эту категорию G построили в двух вариантах формально. Задали образующие соотношения и геометрически ее засунули в категорию топологических пространств. Давайте засунем эту категорию как соответствующую категорию сайт, соответствующий, который описывает инфо от категории. Ну, какую-то букву для нее нужно придумать, ну, не знаю. С буквами напряг. Ну, пусть будет я с АТИ. Мы строим вот эту категорию. Объекты и ее кубики. Конечномерные всевозможные. А, одно множество... Идет гиперкубики или кубики просто. Кубики имеется в виду неэллиптические кривые. Гиперкубики. И гиперкубики имеется в виду не гиперэллиптические кривые. Что так попроще. Ну, хотя кому-то... Да, только многомерные. Да, теперь как бы морфизмы как между ними устроены. Опять же, я могу... У меня есть какой-то кубик... Есть какое-то множество йод. Есть у нее подножество йод штрих. Если у меня живет кубик здесь. В этих размерностях. То я могу как бы дорисовать его... Еще в дополнительных размерностях. Йод штрих минус йод. Просто вот, ну... Фикцию сделать. То есть в каких-то направлениях у меня кубик будет... Ну, настоящие жесткие измерения. А в каких-то я просто единичками дополню его. То есть он... То есть это будет вырожденный кубик. Теперь наоборот. Если у меня живет кубик здесь какой-то. Я хочу получить кубик здесь. Сколько у кубика... Йод штрих минус... Ну, сколько у... У комерного кубика н-мерных граней. Можно это связать... То есть здесь я должен взять грань. И в степени И. То есть одно И это интервал, а другое И это умноженное. Но на самом деле это можно связать с... 2 в степени И, но... Ну, подножки это то же самое, что 2 в степени И. Я просто сначала хотел геометрическую картинку, а потом как бы к этому прийти. Давайте, что на самом деле для нас двойка важна. Сколько у... В кубиках н-мерных граней. Так это же не совсем то будет, потому что написано, что G меньше бесконечности. Это будут какие-то финитные... Нет, само множество у меня И может быть и... Но мне не нужно И в мощности там континуум. Но мы под множество поджимаем только конечные. Мне нужно и либо конечные какое-то, либо имеющие мощность натуральных чисел. То есть, скорее всего, и это и будет нужно натуральных чисел. Ну, в каких-то случаях. Потом. А в качестве измерений для кубика конкретных я могу брать только конечные числа измерений. То есть я... Бесконечно-мерные кубики не позволяю, не позволяю. А кубики единичные, как-то, они могут быть разные. А у нас нет длинный какой-то, ну, просто выбрали пока. Ну, один стандартный размер по в одном измерении. Ну, то есть, будет единичный. Ну, не важно, что... Ну, подможен, ну, кубик надутый. А потом у него рассмотрят... Я просто как бы сейчас, что говорю. Сюда отображение понятно, но и одно, как бы... Мы надуваем кубик, ну, в смысле, раздуваем его в недостающих измерениях. А сколько сюда отображений? Если есть... Потому что это... Мощность этого отравняется. А мощность этого отравняется. А как кубик определяется? В виде последовательности вершинская координата вершинская? Ну, как кубик, в мемном пространстве, допустим, от уля... То есть, где и-тоя координата, там, меньше... Для всякого и... Ну, как определяется кубик? Ну, потому что нужно написать, как определяется кубик. Интервал 0,1 в степени и... А вот это вот как раз мне не нравится... Ну, да, интервал... Ну, да, в скачестве я взял... Не прошу как-то наград задать. Нет. А, тут я два написал в степени и в два степени. Хочется что-то конкретное... Ну, давай. Кубик, кубик. Не, я просто задался... Конкретный вопрос. Сколько у камерного кубика лимерных грани? Камерного кубика... Ну, два N, более-менее. Тут я... Хочу манокрюжить два... А, сейчас... Только два в какой степени? Трехмерного кубика... Куберные грани... Помню, в 10-м классе, когда засчитали... Не, ну, про кубики нам придется знать все. Ну, там какие-то беноминальные коэффициенты... Так, это менее естественно, чем... Не, мы... Кубики... Что? Кубики менее естественные объекты, чем... И пол... По-моему... Сейчас, ну, для трехмерного кубика я могу посчитать. Ну, давай... Давай... Пойду к среднему... Нет. Значит, трехмерного... Или N-1 мерного будет... Ну, давайте... Хорошо. Сколько умерного кубика N-граней? Вот, 0 грани... У камерного... Ну... Ну... Два степени N-1... Ну, у камерного 0 грани... Два степняка. Насколько? У камерного кубика 1 грани. Любим. Они характеризуются еще, надо... Очень сложно. Ну, вот так... Должно решаться. Теперь надо какие-то рюка... Только... Ну, именно только соседние вершинки. В смысле, соседние... Это значит, что они в одной кодинах изменения происходят. Как будто вы 3 на 2 в степени N-1. Там где-то должно быть 1 на 2 с 1. У квадрата сколько граней? Два одномерных. Квадрат одномерной грани на 4 полимерные. У куба сколько? 12. Что там, бактериал? Одномерной? У куба? Да. 12. 12 вроде, что это было. Эджей, да. Наши неплохо. Ну, хорошо, давайте нарисуем вот это все-таки одномерный. Да, нарисуй кубик. Мы считаем у него грани. Это грани или одномерный? Одномерная грани. Грёвка, рёвка, рёвка, рёвка. Ну, а там не вылезет какую-нибудь CZN-1, плэн? Ну, может, конечно. Да. И помножить еще на 2 степени, например. 4 сверху 4 снизу. Или на 2 степени. Ну, давайте. Это неправильный куб тогда. В 4-х мерном тоже легко посчитать его, если рисуют. Ну, вот так, да. А, вернее. В коммерном кубе из каждой вершины выходит пока рёбер, при этом не просчитается. Давай, так, наверное, я слишком сложно путём иду. Давайте, мне нужно, на самом деле, в... Почему ты считаем? Нет, на самом деле, я слишком не туда зашёл. Но мне нужно знать, сколько в К-мерном кубе К-1 мерных грани. Ну, или в К-1 мерном кубе К-грани. То есть, получается, 2 в степени. Да, Леша сказал, что 2 в степени на К-пополамо, и я согласен с ним. Думаю, что с каждой вершины К-рёбер, и, типа, ребро считаем дважды, и рёбер 2 в степени, и вершин 2 в степени. Ну, а в общем случае, это непонятно, по аналогии с из НПК. А, вернее, даже мне не гранили. Просто 2 в степени, я думал бы, в общем, нет. Или нет. А, вот так. Не К-дак, а по полам. Хорошо. Нет, я, 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 наверное, всё-таки не туда запрёк. Мы делаем следующее. У нас есть вот эти направления, и у нас есть направления такие. То есть, у меня есть кубик, соответственно, 0,1 в степени. И есть кубик 0,1 в степени, и уйд штрих больше изменивает. То есть, как я могу этот кубик пристыковать сюда в качестве грани, не разворачивая его. Вот, правильный вопрос. Маленький к большому? Да. Ну, то есть, я, то есть, параллельно, ну, перемещаю пространство параллельно, без поворотов. Ну, 2 в степени резники. Да, вот, ну, я, я неправильно задал вопрос, то есть, я хотел услышать такой ответ, поэтому задавал неправильный вопрос. То есть, это такое количество отображений между объектами и йод, йод штрих, сколько фейс отображений? То есть 2 в степени То есть такая большая получается Теперь N-Fold категории Или E-Fold категории Это категория пучков А Не категория E-Fold Граф какой-нибудь То есть Вот эта категория кубов у меня была А теперь я могу рассмотреть На ней категорию пучков То есть сколько-то реальных уже кубиков завести Которые живут в данных измерениях Теперь я предполагаю Что у них все у меня во всех измерениях размерности 1 И эти кубики могу друг с другом пристыковывать То есть если у меня кубики Допустим живут в измерении Если у меня E состоит из двух измерений 0 и 1 То это ровно то что мы говорили То есть я рисую в клеточку Так их складываю и так их складываю Можно в початку Что такое S-I С-I это категория Объекты доревнивают Объекты доревнивают Зоск Просили спочатку Доревнивают 2 в степени I Так Вот предложение S в степени I Минус То есть та часть Которая отвечает за ворождение Это называется Я слово тут Хорошее не написал А первая буква тоже L Что? Первую букву тоже L Да Есть такое хорошее английское слово Можно прочитать? Я могу прочитать Если это отсюда Нече читать Фул Ну было понятие Full set в категории Это та категория Которая в каждом Объектах Суриктивна Для каждой пары объектов Суриктивна на стрелках Отображение То есть каждая стрелка Является образом Если мы в объекты Эти пришли То Если объекты Принадлежат под категории То каждая стрелка Между этими двумя объектами Тоже принадлежит под категории Это полная под категория Фул А теперь есть понятие L в под категории То которой Множество объектов под категории Совпадает с множеством Объектов категории Это все объекты остаются, да? Это находки из NLAB. Сейчас, а стрелки могут какие-то пропасть? Да. Ну, это значит единичные стрелки, все живут. Реплит. Ну, вот один из вариантов. Ну, реплит непонятно, просто такие вот слова общие, они слишком, их начинает не хватать. А вот это слух. Минус, это просто порядок, это просто порядка обратной к порядку включения на подножество. То есть, если у меня подножество меньше другого, то я из большего пускаю стрелку меньше. АСИ плюс между 2 й и 2 й штрих, где й подножество й штрих. Не годится. Просто йод йод штрих, а не 2 в степени. Что-то не понятно. Ну, хорошо. Йод штрих йод штрих. Я просто... Йод йод штрих. Так. Почему изменит штрих? А, вернее. В случае категории плюс, это множество не пусто, только в этом случае. И тогда количество объектов здесь равно... Ну, то есть, это множество функций, множество отображений из йод штрих минус йод в двойку. Ну, или, если угодно, множество состоящее из двух символов минус плюс. Ну, начало-конец. Вниз-вверх. Ну, по отношению к соответствующим измерениям. Вход-выход. Ну, вроде я писал, да? А соотношение... Соотношение уже понятно. Ну... Блин. Минус – это выражение, да. И оно единое. Оно единое. Ну, единица одна. А грани... А тут – это грани. Да. А чтобы построить грани, допустим, из множеств, где вот это не является подможеством, то я должен сначала его выродить до подможества. То есть использовать отображение из из минус. А потом уже вложить. Ну, и как бы недостающие элементы каждый может написать. На самом деле нам нужна не эта категория, но она уже, наверное, мы в шаге от той категории, которая нам нужна. Теперь что такое предпочти на этой категории? Да. И она геометрически реализуется вот как категория кубов, ну, то есть, как я там пытался рассказать. Кубов один на один на один живущих, конечных и конечномерных живущих в измерениях. И как направлено, ну, как направлено вырождение, как направлено эти операции. Теперь я могу рассматривать пучки на этой категории. То есть у меня над каждым, над каждым набором, то есть, что такое объекты? Это набор измерений. Над каждым набором измерений находится какое-то количество кубиков, живущих в этих измерениях. Теперь что такое терминальный объект? Ну, чтобы какой-то вот такой вот кубический граф отправить в этот терминальный граф, я должен иметь в каждом измерении как минимум по одному кубику, чтобы его туда отправить. А больше одного мне не надо, правильно? Значит, терминальный граф – это по одному кубику в каждом измерении живет. Что такое свободная категория, порожденная кубиками? Кубические категории, вероятно, есть. Это, что такое объект, чем наброются объекты свободной категории, порожденные терминальным графом? Это, ну, я утверждаю, что это отображение из и множество в правильных чиселах. То есть я из кубиков должен сложить параллепипед. Какой-то конечный… Да, не все отображения, а которых носитель – конечный. Но носитель – это то, что не приходит ноль. Ноль, что таких отображений F, чтобы сопот F был меньше бесконечности. То есть я из кубиков складываю параллепипед в каких-то измерениях. Но я могу выбирать только конечное число измерений. И сколько-то кубиков в первом направлении, сколько-то кубиков в втором направлении выложил, сколько-то кубиков в третьем. Получилась у меня такая конструкция, домик, содержащий произведение по I, содержащих M, таким, что F, I не равняется нулю, и F, I. Вот она конструкция состоит в такой поличной. Вот она конструкция. То есть если там у нас были вот такие вот… Вроде сосисок, которые мы нумеровали деревьями с уровнем, то тут у нас вещь как-то в каком-то смысле более простая. Ну то есть в каком-то смысле это все что-то вроде натуральных чисел. Натуральные числа в смысле сферических категорий – это были деревья с уровнем. Ну то есть деревья с одним уровнем – это обычные натуральные числа. Деревья с большим количеством уровней – это некое обобщение. Тут опять же мы получаем, если I состоит из одного элемента, то мы опять возвращаемся к натуральным числам. Ну и в случае с одного элемента и сферической категории – одномерные – это одно и то же. Ну то есть одномерные кубики. И n-fold категории, и одномерные сферической категории – это одно и то же. Теперь, если у меня есть какой-то набор кубиков вообще, как устроена вообще свободная категория, прожденная таким-то набором кубиков. Я складываю какую-то вот такую конструкцию F1 на F2 на F3, там, таких размеров, и каждый кубик в этой конструкции крашу соответственно… ну, отмечаю, ставлю его соответственно с тем кубиком, которые у меня были, так, чтобы грани совпадали. В случае мощность I равняется 2. Это ровно те дабл-категории, не те дабл-категории, а общие дабл-категории, с которых мы начинали. То есть с которых понятие вертикальной и горизонтальной категории не совпадает. Какой-то своя картина света на параллелепипедах засередена, да? Вот этот добуток. Ну так как картина света с ферическими категориями засередена на вот таких деревьях с уровнем. Как бы это вещи, которые интуитивно понимались, наверное, отцами-основателями. Но отцы-основателя это не фиксировали, поскольку они не слишком лезли в мирный мир. А когда туда нужно по-полезти, то вот эту картину мира зафиксировал Ботанин, эту картину мира зафиксировал Том Ленинс. Хотя как бы это мог бы сделать кто-нибудь другой давно, если бы это было нужно. Том Ленинс? Да. Теперь мы получили дабл-категории в общем смысле. То есть дабл-категории в общем смысле это частный случай дабл-категории, когда n равно 2. То есть мы получили обычное обобщение в дабл-категории. А теперь в кубических категориях требуется еще нечто хитрое. Требуется чтобы категории по всем измерениям совпадали. Что нужно сделать вот с этой категорией, которую я тут обозначил? С и допустим, чтобы от дабл-категории общего вида, от н-фолд-категории общего вида кубических, перейти к кубическим категориям в смысле Брауна. Ну, в случае i, у меня эта категория устроена так. Как мельмерных объектов 1, двумерных объектов 2, двумерных объектов 1. Это в случае общей дабл-категории. А в случае дабл-категории Брауна нульмерных объектов 1, одномерных объектов 1, двуммерных объектов 1. То есть в каком-то смысле эти два объекта склеены. То есть ту категорию, которую мы получили, мы еще должны некоторым образом профакторизовать. Ну или можно ее описать по-другому. То есть меня интересует на самом деле случай когда вот это множество и равняется на правильные числа. То есть мы хотим жить бесконечным количеством. И я встрою какую-нибудь категорию, ну как это обозначить? А, давайте я буду брать обозначение из Грайндиса. Теперь я уже перешел к настоящим, ну тем кубическим категориям, которые нужны для Брауна. Опять, проблема с обозначением. У каждого автора обозначения гуляют из года в год. Плюс у разных авторов они, естественно, не согласуются. Как бы когда сам что-то придумаешь, еще нужно в голове, чтобы уложилась какая-то система обозначения. Ну вот товарищ Грайндис и там Маури, по-моему, савтор, рассматривают три такие категории. И это все под категории, допустим, категории множества. Объекты всех трех категорий. Это два, это множество, которое имеет видит два степени К, каплин, ну, нет, ну, каплин. Каплин же натуральным числом. То есть объекты, как бы, ну, нумеряются натуральным числом. А теперь морфизмы устроены так. Категории И это обычные фейсы и вырождения. То есть если имеет два соседних измерения. То есть я рассматриваю как случай морфизмов из двойки в два квадрата. Да? А, или даже фейсы и вырождения это отображение из два в нулевой степени в два в первой степени. То есть это единица. Отсюда-сюда есть два отображения. Начало 0,1. Ну или плюс-минус, если вы хотите проблем доставить. А отсюда-сюда есть отображение одно. Теперь, да, и категорию вот эту, допустим, назовем там И меньше амодий. То есть у меня позволяет столько степени. И теперь что я делаю? Я свободно вот этой категории порождаю моноидальную категорию так, чтобы ноль остался единичным объектом. То есть здесь два объекта. Ну, здесь два объекта единица в нулевой степени, двойка в нулевой степени и двойка в единичной степени. Я хочу, чтобы двойка в единичной степени осталась нулевым объектом. Единичным объектом по отношению к кмутанцам управления. А все морфизмы там, то есть на любой уровне морфизмы такого соска. То есть я могу выбрать два соседних, то есть то в степени чего двойка у меня пронумеровано. то есть со множителя уже теперь не какой-то множитель, а множество правильных чисел, где есть понятие соседних чисел. И в двух соседних измерениях я могу устроить отображение. Либо эти два соседних измерения слов, ну, то есть из 2 в степени n в 2 в степени n плюс 1 у меня есть два отображения Δ D плюс и минус n. Я при этом число x1 xn отображаю ну, n-ку тут стоит 0 или 1 и отображаю в n-ку там x1 xn то есть ничего не трогаю. А n плюс 1 координату дорисовываю либо 0, либо 1. Ну, то есть здесь можно было ставить не плюс, минус, а 0, а 1. Или двойку. А, считать, что алименты двойка у меня состоит из двух элементов. Плюс и минус. И тогда вот этим отображением я здесь дорисую либо плюс, либо минус. если с какого-то отображения. Теперь, то есть тут есть два отображения. А в обратную сторону, допустим, из n из n плюс 1, да? А в обратную сторону, в 2n минус 1, тут я не... а... не n, а k, да? и на катом месте я могу и k от единицы до n плюс 1. И вот эти вот плюс-минус я могу поставить на катом месте, а дальше продолжать этот ряд. то есть на катом месте я ставлю вот эти какой-то плюс-минус в зависимости от того, чем я действую, а на... ну а дальше ряд продолжается. То есть у меня здесь было nx-ов, здесь осталось nx-ов, и плюс я ставил еще значок плюс-минус, у меня осталось n плюс 1. а теперь здесь у меня может быть отображение sigma тоже it, но уже без значка плюс-минус, то есть я просто аргумент, который стоит на этом месте пропускаю. То есть я перевожу sigma it, переводит x1 xn в x1 x it шапка xn где шапка в соответствии с древними ангибротологическими традициями означает пропуск соответствующий. Аргумент. Ну то есть вот такая вот категория предпочтена, они называются кубическими множествами какого-то сорта какое-то слово может... а, можно употреблять слово reduced в честь того, что они как бы редуцированы из unfold. Ну, в каком-то смысле нам... А что происходит дальше? А вот здесь добавляется connection. и то, что действительно соответствует многократным категориям, да? То есть что соответствует простым кубическим категориям кубическим категориям без объявлений. объявлений. Без объявлений. А наступное, что мы можем сделать, это дорожширить эту категорию, так, чтобы связь, 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 было 4 аксиомы, 2 аксиомы относились к того, как оно поводит в поведение до границы себя, а 2 аксиомы как оно поводит в себе относительно до умножения. Так вот эти первые 2 аксиомы можно заховывать сюда. Так. В структуру, в структуру, ну, дещо расширившую категорию E. То есть связь, это просто додатковое выражение. То есть я на уровне двойки я додаю еще 2 выражения. То есть у меня нужны выбор с ну мне нужны отображения из один клеток в два клетки, например. Ну, как частный случай. Соответственно, поскольку в 3 пучках стрелки переворачиваются, то мне нужно иметь отображение из 2 в степени 2 в степени 1. Два отображения, из которых потом происходит связанность и гамма. И эти отображения там обозначают допустим, гамма маленькая плюс минус. И эти отображения должны соответствующим образом уживаться с этими гамма плюс. То есть гамма плюс должно то есть если у меня здесь рисуется какая-нибудь клетка с этими Сейчас. А, вернее, у меня здесь есть два числа, x, допустим, я его должен перевести куда-то. Ну да, наверно, больше с ними ничего не сделаешь, да? Да. Ну, у меня же есть гамма-плюс и гамма-минус, так что есть 2 процента, в машине одна процента. Ну и минус и цирик тоже можно. Ну и я, это так, с долгом. Так, сейчас подумаю. То есть у меня на кубиках должно быть такое. Я должен, когда я обратно отображаю, то есть у меня должно быть ребро какое-то. Я это ребро, допустим, в случае гамма-плюс должен прорисовать здесь и здесь, а здесь его дополнить единичными отображениями. вот. Значит, как минимум, вот эта точка должна отобразиться сюда, а эти три точки должны отобразиться сюда. Вот. Это ровно это. То есть я вот эту точку должен перегнать сюда, а вот эти три точки должен перегнать сюда. чтобы стрелки были вот так устроены. Ну, то есть какая-то операция И, да, а то операция И, А то операция И, ОТНЕ. То есть это терминологический. Или? Ну, что это там? Ну, то есть, а в случае другого гамма я должен, наоборот, вот эту стрелку перевести, только эту, точку перевести. Нет. Стрелки вот эти перешли вот сюда. Я должен вот эти три точки перевести в начало, а вот эту точку перевести в конец. То есть я должен добавить такие отображения, и такие отображения я должен добавить, если я перехожу из строя, по любым двух соседним координатам. в случае инмену. Да, а теперь в категории К просто к этому всему добавляется еще перестановка. Это отображение Сигма-2, которое, там оно обозначается так, или как. Ну, перестановка, в общем. То есть, которое просто переставляет в координат. Ну, это, ну, флип, называется по-другому, но и тоже между любыми двумя соседними измерениями. То есть, чему это соответствует уже? Ну, это соответствует самому-самому лучшему случаю. То есть, группоиды уже обладают то, что должно называться N-группоидом, это ступень уже обладает. Там флип есть. Это N-фолд группоид? Да. Не N-фолд, а кубикл. N-фолд – это когда вот очень много объектов одно и то же измерений. А когда мы переходим к кубикл, мы оставляем только один объект. Раньше вот это называлось, ну, когда-то кто-то называл это кубикл. А сейчас, поскольку эти вещи стали популярны, то имя все-таки однозначно перекочевало сюда, а тут, ну, в каком-то смысле это справедливо, потому что вот такие кубические структуры отличаются. N-фолд категория – это как бы несколько тензанных произведений. То есть кубическая структура, как бы, такая вот, произвольная, с независимым измерением, она как раз связана с тензанным произведением. Так, сколько я… В принципе, особо куда-то продвигаться, наверное. Ну, и нужно слышать, что категория этих категорий – это… А, да. Теперь просто как бы факты. что омега-категории со связанностями, то есть, когда введены все сюда категории, которые живут здесь, как предпучки свободно, ну, объекты над модами строгой свободной категории, ну, примерно, в общей чертах, ну, то есть, это… Да, так, если мы добавим связности, то первая теорема… Две важных вещи. Теорема доказана где-то еще, наверное, в 99-м году, опубликованная там, в 2000 с копейками, в Advanced Mathematics, Браун, Штайнер и первый автор какой-то наа из страны рождения ислама, то ли из Садоводовской Аравии, то ли из Эмиратов, ну, тут вот оттуда. А Вуали что такое? Аль-Алк… Аль-Алк… Ну, да, что такое есть. Поскольку оно на это начинается, как бы бросается в глаза он, а там стоят такие мелкие буквы, Брауны, Штайнер. Да, так, это как бы их результат, что, на самом деле, результат, который раньше Браун или Браун с Автором доказали, для группоидов переносится на омега-категории. То есть, то, что ты спрашивал, есть сопряженная эквивалентность между категорией строгих омега-категорий и строгих омега-кубика омега-категориях с коннекшен, это сопряженная эквивалентность, явно все выписывается, но громоздко, долго. То есть, это статья, которую нужно, честно, разбирать, рассказывать, ну, во всех деталях, не знаю как. То есть, вот эту статью вы рекомендуете Аль-Алк, Роя Браун и Стейнер? Да. Их револентность между глобулярной и глобической теорией? Да. Ну, в принципе, я ее не сейчас, может, чуть позже готов рассказывать, но, возможно, я готов рассказывать ее в нескольких других терминах, так как мне, ну, по-своему. Сохсиомами, теремыми примерами? Ну, не знаю, что там. Нет, ну, не, не, не. Или без конспектов. Что? Или без конспектов. Не, ну, я с вуду, что там кое-что можно. Как в итоге можно сделать с кубиками, чего нельзя, с губернатными категориями? Ну, как минимум, вот... Ну вот же был пример насчет этих свободных категорий. Нет, ну вот пример нарисован. Тот, кто рисовал диаграммы, работая с обычными категориями, то есть, когда ты работаешь с категориями, то нужно, на самом деле, работать в два категории кат. То есть, значит, рисовать какие-то двумерные диаграммы. Эти двумерные диаграммы, как он справедливо отметил, что какая-то композиция стрелок пристыковывается к какой-то другой композиции стрелок. То есть, они равны, и это равенство забывается, и они друг к другу склеиваются. Поэтому происходят вот какие-нибудь такие склейки. Одна клетка наползает на другую, что-то такое, а уже в двумерном мире это выглядит как-то... То есть, возникают сложности, как такую штуку нарисовать, как закодировать и так далее. А тут вот сразу видно, что жизнь становится веселее. Ну, больше надежды подает. Это первая работа. А вторая ситуация, что то, что касается гомотопической гипотезы, строгие, подчеркиваю слово строгие, кубические омега-группоиды в духе Брауна, кодируют гомотопические типы. Да. В этих комплексах. Это твержение? Да. Ну, все гомотопические вещи, это метр твержения. То есть, они... Как это сделать? На скейке воно твержение, это треба разбиратись. Але воно, как бы, досыть прикреплено. То есть, это говорит о том, что как бы нам не нужно лезть в мир этих страшных, слабых категорий, как бы работать, вот к себе склеить спокойно кубики, не обращается... Ну, никакой... Все строго, то есть, строго соблюдается дистрибутивность, кубик является, спокойно там себе жить. То есть, за счет вот этих всяких вот перископов, за счет вот этих уголков, и за счет того, что мы же... Ну, кубики должны жить, естественно, не в размерности 2, а в какой-то другой, ну, в больших размерностях, там что-то происходит, то есть, чтобы жить, работать. И вот эти вот такие простые на вид вещи позволяют сымитировать гемотопический тип. Настоящий. Но это вот статус, это утверждение, это надо разбираться. Это лодэ, это... Ну, это вещи, которые... Не совсем не это утверждение, это утверждение, которое определенным образом подтверждено, но вот именно как оно подтверждено, это нужно разбираться. А к унивалентности поэтому можно выйти? Мы захотим, собственно... Нет. Мы начали с того, что мы хотели понять, откуда взялись некое... Ну, то есть, когда люди пишут какой-то терм, то, в общем, мне как человеку... Ну, машина написала, породила мне какой-то терм. Черт... Она вообще, когда его порождала, ни о чем не думала. А если это сделали люди, то у них были какие-то причины эти вещи написать. Так вот, чтобы это понять, нужно было вот эти причины достать. Я считаю, что, чтобы понять причины, откуда взялась кубическая категория типов, с этим, как минимум, нужно было разобраться. Ну, и еще чуть подробнее разобраться, на самом деле. Ну, а дальше, ну, первое, это все-таки вернуться опять уже к кубической теории типов, имея это в виду, и понять, что за этим стоит, как бы, какая интуиция за этим стоит. Ну, в принципе, это, как бы, я более-менее официально участие не закончил, то есть к этим рассуждению. Ну, тогда я выключаю. Мотор.